ВК-образование представляет? Новогоднее шоу, в котором эксперты экосистемы ВК подводят итоги года и говорят о технологиях. Привет, это Костя Сидорков, и прямо сейчас вы будете смотреть новогоднее шоу от ВК-образований. Тут вы узнаете не только все самые последние новости от компании ВК, но а также увидите крутых экспертов и узнаете, как же можно попасть в IT. Delivery Club. Владимир Абазов и Евгения Крючкова. Владимир Абазов, руководитель группы продуктовой аналитики Delivery Club. Уверен, что хороший аналитик может сделать прибыльным практически любой бизнес. Евгения Крючкова, продуктовый аналитик Delivery Club. Знает, кто из курьеров добежит до тебя первым. Вова, Женя, привет. Привет. Ну, давайте так сходу, скажите мне, зачем вообще бизнесу нужна аналитика? Ну, смотри, вообще аналитике нужны бизнесу, чтобы помогать принимать решения. Давай, наверное, разберемся на котиках. Ты хочешь запустить магазин по продаже мороженого, интернет-магазин, приложение, сайт, неважно. И у тебя есть вариант продавать пломбир или шоколадное мороженое. Какое бы ты хотел продать? Мне кажется, очевидно, шоколадное. А почему? Ну, смотри, оно вкусное, оно, мне кажется, должно лучше продаваться. Ну, все хотят шоколадное мороженое, кто хочет, просто пломбир. А вот тут мы можем, на самом деле, проверить. То есть аналитики приходят и помогают тебе проверить именно это. Как это? Давай я тебе дам маленькую шпаргалочку, и ты мне попробуешь все здесь нарисовать и рассказать. Как это происходит? Мы даем, показываем на сайте или в приложении, тысячу человек пломбир и тысячу человек шоколад. Пломбир и шоколад. И, допустим, шоколадное мороженое у тебя купило 500 человек, а пломбир у тебя купило 400 человек. Кажется, что все очевидно, да? Что из тысячи человек 500 покупают лучше. Здорово. Однако, тут есть такой момент. Ты же бизнес, ты же хочешь зарабатывать деньги, правильно? Ну, пока все логично. Да, поэтому нам нужно посчитать юнит-экономику для каждого из товаров. А что мы имеем? Мы имеем шоколадное мороженое. Рожок у него стоит 30 рублей. И у пломбира он тоже стоит 30 рублей. Упаковка стоит 10 рублей там и там. Доставка стоит 30 рублей, допустим, и там и там. Однако, пломбир ты покупаешь по цене 5 рублей, а шоколадное мороженое ты покупаешь по цене 15 рублей. Здесь и того расходов 85 рублей, а здесь расходов 75. Соответственно, если мы посчитаем, у нас получится, что 400, 100 минус 75, потому что, в общем, ты продаешь и то, и то за 100 рублей. А здесь 500 на 100 минус 85. Здесь у тебя будет такое, что ты заработаешь 7500, а здесь ты заработаешь 10 тысяч. Так, кажется, я теперь начинаю понимать. Без аналитики хорошего заработка и бизнеса не получится. Что, можно тогда открывать магазин? Ну, если есть все для этого угодные. Подожди, теперь нам нужно разобраться с доставкой. Смотри. Начинается. Доставка — это тоже очень сложная вещь и не всегда очень интуитивно понятная. Представь, что у тебя есть клиент. Вот он, наша красненькая звездочка. И у тебя есть курьера. Какого бы ты курьера выбрал, чтобы назначить на заказ именно этому клиенту? Слушай, ну давай брать ближайшего к нему, очевидно, вот этого. Ты был бы абсолютно прав, если бы мы доставляли бы заказы в пустыне, где нет ни одной стенки, ни одной речки и так далее. Но так как мы живем в городе, то, скорее всего, эта вся история выглядит чуть по-другому. Вот тут течет река, какие-то дома. Кажется, все становится немножко сложнее. В такой парадигме мира немного сложнее выбрать курьера. То есть уже то, что ты предложил, это евклидовое расстояние, здесь оно не поможет, потому что курьер явно не поплывет через реку, чтобы доставить твое мороженое. Не думал, что я могу предложить что-то со словом Евклидова, но хорошо. Да. На самом деле, чтобы доставить твоему курьеру, нужно идти не тут по прямой, а ему нужно будет пройти вот такое расстояние. И его мы называем Манхэттенское расстояние, так как... Ну, звучит силой. Появилось, да, из города Манхэттена, так как там очень много перекрестков, домов, и в честь города Манхэттена его и назвали. И с Эдельтом мы выбираем именно этого курьера на твой заказ для этого клиента. И тогда мы доставим гораздо быстрее и сделаем это вовремя. Давай коротко подведем итоги. Представим вот твой бизнес с аналитиком, твой бизнес без аналитика. И здесь просто ничего не будет, я так понимаю. Да, тут бы ты заработал бы 7500 рублей, но еще бы потратил бы сильно больше денег и времени на то, чтобы назначать курьеров. Помимо того, что так, блин, так, так как у тебя курьеров, заново, 3, 2, 1. У тебя заказов в день будет очень много. Не один, не два, а, наверное, тысячи или десятки тысяч или сотни тысяч. Следовательно, вот эту операцию руками самостоятельно будет вычислять достаточно сложно. Поэтому в компаниях уже давно не нанимают большие штаты людей для того, чтобы это вычислить. Например, ему говорят, так, ты где сейчас находишься? Да, это очень дорого. Поэтому есть уже умные алгоритмы, которые вычисляют это все автоматически и самостоятельно. А есть целые люди, ML-щики, ML-инженеры, дата-инженеры, которые это помогают тебе все автоматизировать, вычислять автоматически. Если бы мы это вычисляли все вручную, это бы стоило бы нам тысячи людей в день. И каждому человеку платить зарплату еще и большую, еще его утомлять скучными задачами. Да, алгоритмы его будут куда-нибудь сильно дешевле. Да, и человеку тоже будет скучно выполнять одну и ту же работу, каждый день пересчитывать расстояние, которое нужно пройти курьеру и назначить его курьера. Какой итог у нас? Какой итог? Давай представим, что у нас с тобой есть бизнес с аналитиком и бизнес без аналитика. Здесь ты заработаешь 10 тысяч рублей, а здесь ты заработаешь 7500. Также здесь ты не потратишь деньги на то, чтобы нанять большой штат людей. А тут в целом для того, чтобы нанять большой штат людей, ты потратишь еще в среднем на 500 мороженых. Наверное, это будет стоить нам 500 рублей на каждое заказ. И в целом также ты будешь меньше опаздывать, и у тебя будет гораздо эффективнее рабочая сила каждого курьера. И тут мы, опять же, можем тебе вычесть еще рублей тысячу за неэффективную доставку. И, следовательно, если мы подведем итог, то здесь ты заработаешь все те же самые 10 тысяч рублей. Мы, конечно же, очень грубо округляем. А здесь ты уже заработаешь не 7500, а 6000 с учетом всех своих опозданий и трат. Следовательно... Нужно только заплатить зарплату аналитику и... Зарплата аналитика в среднем на рынке это 200 тысяч рублей, да, и получается, что... Мы в минусе на 190 тысяч, да. Ну все, бизнес-план наконец-то. И сейчас он уже у нас готов. С аналитиком получается, правда, минус 190 тысяч. Но не беда. Давайте лучше мы закажем мороженое и отпразднуем нашу победу с бизнес-планом. Так, заказываем мороженое. Вот, а вот и наша доставочка приехала. Ура. Блин, как классно, что перед Новым годом на линию выходят даже директора барбершопов. А у меня, единственное, только нет налички. Закинешь? Не беда, да. Можно стоять чаевые безналичные, я вам не переведу через Delivery Club. Все. Спасибо большое. За наш новый бизнес. И скажите мне, в аналитике какие главные тренды на следующий год? До чего искусственный интеллект и все алгоритмы дойдут? На самом деле, с пандемии бизнес начал больше прислушиваться к данным. И все компании хотят занять свою нишу и удовлетворять своих клиентов. Поэтому и аналитик занимает ключевую роль в компании. Вот, например, в нашей команде Delivery Club штат аналитиков за последний год вырос с 20 человек до 70 или 80 человек. Женя, ну, тогда финальный вопрос у меня к тебе. Когда алгоритмы уже начнут угадывать, что я хочу съесть, ну, например, на обед? Мы уже умеем угадывать, что ты хочешь поесть. Мы уже знаем, что ты хочешь на завтрак, обед или ужин. И в дальнейшем мы будем улучшать эти алгоритмы. Мы будем на основании твоих предыдущих заказов как-то персонализировать, ранжировать выдачу и все такое. Короче, я буду просто лежать на диване и такой, так, я хочу пообедать. И все там как-то, скажу это колонке, колонка все закажет. И будет знать, что, ну, огонь. Короче, поскорее бы это будущее наступило. Ребята, с наступающим Новым годом вас. И до встречи в Delivery Club.